Моя девочка сейчас 3 годика. Ей было 4, когда сделали прививку в поликлинике. Она не стала проходить те этапы, которые проходят все дети. Она остановилась. Разговаривать тоже не может, только буквы произносит. Нет интереса к игрушкам. Это из-за того, что она не может хорошо видеть. Был визит к неврологу. Он сказал, что будет нелегко. Мы приехали из Голландии. Самойлу 8 лет уже. В полтора года мы уже начали замечать, что он не говорит, говорил только мама. Не реагирует так, как нужно. И он не шел на контакт. И как бы закрылся в своем мире. Было трудно позвать его или что-то предложить, или пойти куда-то вместе. Было сложно с ним, да. Потому что он никак не реагировал. Ему было года 4, когда нам врач сказала, что он не смотрит в глаза. То к одному врачу, то к другому. Психологи. Это очень медленный процесс. А ребенок растет. Ему нужно догонять. Мы просто узнали, что он в Туэлесе. Будут консультации. И решили, почему нет, попробовать. И я потом начала узнавать их контакты, смотреть другие ролики. Дело Юсефу, Давида и все. Я сказала, мы едем к ним. Где бы они не были, мы бы поехали. Я сразу решилась на это. Без сомнений и без колебаний. И я сразу почувствовала, что это наш путь, наши спасители. Те люди, которые помогут Самойлу восстановиться. И я поверила, что они смогут его вылечить. Это было первое чувство. И оно до сих пор у меня, вот эта вера, она растет и растет с каждым днем. Я связалась с Давидом по WhatsApp, по видео. Рассказала о ребенке все детально. Конечно, мы решили поехать. Чтобы помочь, конечно, сделать все, что я могу для нее. Приехали в центр, встретили нас очень хорошо, очень тепло. Аура была очень хорошая. Подойди, подойди сюда. Таня? Да. Что ты кругами делаешь? Иди туда. Скажи, что ты хочешь. Да. Что ты хочешь? Ну, объясни. Ты хорошо. Объясни, пожалуйста. Я так не понимаю. А у Самуэла он стал поспокойнее. Он как первые дни еще не мог привыкнуть, приспособиться как-то. Начинают, ну, вот такие звуки сильные. А вот даже после первого сеанса он поспокойно стал. На следующий день уже он так не кричал, допустим. Спокойно вел себя. Пытаюсь как-то объяснить, и сказать, и говорить. Он понимает, что нужно, и соглашается, и в конце концов. Митя Хайкалипин. Ну, по-голоски не понимаю. Что он сказал? Волосы не стрелить. Это Давид Юсефа. Ну, они видят поведение его, как он себя ведет. И дают советы, как нужно себя с ним вести, что делать, что говорить. В плане воспитания это очень большая помощь. Потому что мы как бы, ну, думаем, что хорошо для наших детей, но в реальности оказывается, что совсем наоборот. Вот вчера и сегодня заметили, что в глаза смотрит, на имя реагирует. Хорошо уже. Не так, как раньше, вот, секундами. А вот именно ты зовешь, и он смотрит. Годы, как в Грузию ходили, ничего не изменялось. И сейчас даже неделя не прошло еще, и вот результаты есть уже. Форма головы опять-таки за эти несколько дней. Я смотрю, у него здесь была какая-то вот неровная голова была всегда. У него поровнее стала форма в целом. Мы спокойны. Мы знаем, что мы в правильных руках, в правильном направлении. И главное, это у нас цель. Что делаем? Это кто это, сова? Кто это? Угу, кажется, сова. Уже полтора месяца прошло. Осталось еще две недели. Есть у нас немножко достижений уже. Но пока еще все впереди. Потому что это продлится где-то 3-4 месяца, когда мы еще домой вернемся. И все это будет происходить еще там. Так что у меня надежда есть, что с ней все будет хорошо. И она станет на ноги. И она станет насколько interpretать. Я нашла то, что искала много лет. Я уже планирую отдать его на плавание. Будем плавать. Думаю, еще найти хорошего логопета, чтобы он общался с нами, говорил, ходил в школу, получал знания и стал хорошим человеком. Счастливым. Я бы посоветовала, конечно, но если есть хоть какая-то возможность, как вы сказали, это дорого, это далеко, но приехать надо. Ну, от себя я хочу сказать то, что желаю всем деткам, которые болеют, не болеют, только одного, чтобы они были все здоровы. Дорогие друзья, прошу вас меня услышать. Я имею право сказать то, что я сейчас хочу вам сказать, еще и потому, что я сам отец двух детей, которые были особенными, которые тоже доставляли нам немало поводов объективных для переживаний и по поводу их настоящего, и по поводу их будущего. С полной ответственностью. Прошу меня услышать. Не отчаивайтесь. С Божьей помощью всегда можно найти способ сделать жизнь лучше. И, как показывает наша практика, практика, которая подтверждена огромным количеством семей, просто огромным количеством семей людей из самых разных стран мира, самых разных религий, самых разных социальных слоев. Даже самое тяжелое поражение, это не повод для отчаяния, многое можно улучшить, либо очень сильно улучшить. Да, не всегда это может произойти сразу же, для этого требуется определенная работа, терпение. Но знайте, что шанс на счастливое, настоящее и будущее, он есть и он реальный. А те люди, которые захотят обратиться к нам за помощью в этом, мы всегда будем рады помочь и, самое главное, сможем.